Ну, тогда, если они по ходу будут возникать, пожалуйста, вы перебивайте, задавайте. Замечательный вопрос, потому что они фактически обозначили вот те самые, как бы, аспекты этой проблемы, которые я и так предполагала осветить. Но вот давайте просто посмотрим в разрастающуюся, я бы сказала, устрашающую, разрастающуюся поле психологии, которая еще там, не знаю, 50 лет назад была такой, ну, немножко закрытой профессии, так очень мало было психологов. А сейчас, вот у нас вчера закончился курс по основам христианской психологии, и там была дама, которая возглавляет какой-то департамент, связанный с детьми, благополучием ребенка. Она сказала, только в их системе координат работают 50 тысяч психологов. Это ужас. То есть это неизбежно, потому что еще там лет 30 назад отец Александр Григорьевич Осмолов сказал о нашем времени, что это психозойская эра. Но это была такая, так сказать, в будущее брошенная формулировка, потому что вот сейчас действительно мы можем в полной мере не сказать, что у нас такая психозойская эра. И мы имеем дело все время с человеком психологическим. Пойдите на дите душевного, да, вы упретесь психологического человека. А если мы еще посмотрим на молодежь, которая, так сказать, на любой пассаж, мы к сторонам говорим, не нарушайте мои границы. Да, там, как бы прекратите там навязывать мне вашу ответственность. Да, это ваша ответственность. Вот эти клише – это просто способ построения диалога. И это, конечно, тоже напрягает, потому что оно разрушает диалог, оно выстраивает какую-то прослойку такую психологическую, которая на самом деле не сближает людей, а как раз отдаляет друг от друга. То есть действительно ситуация, в общем, такая нарастающая и пугающая, потому что мы видим, как люди приходят, получают максимум годовой какой-нибудь курс и начинают быть терапевтами, не просто работать в ЭЧАР, проводить какую-нибудь психодиагностику. Они прямо сразу идут в терапию и совершенно немало сумнешься, начинают, ну, как бы лечить, конечно, в кавычках людей. Как правило, в общем, это близко к тому, что называется, калечить, а не лечить, конечно. И мы видим, если мы, так сказать, зайдем на номер, наберем личность в интернете, у нас будет, я не знаю, тысячи вариантов тренингов личностного роста, каких-то программ личностного развития. Вот это слово «личность», оно просто такое растиражированное, такое психологическое, мощное. И при этом, если мы посмотрим, как терактуются психологии личность, мы увидим очень странную конфигурацию, которая называется биосоциокультурный индивид. Вот так вот, не больше и не меньше. Ну, естественно, есть разные подходы к личности, и мы немножко об этом поговорим. Но, строго говоря, это биосоциокультурный индивид. То есть туда как бы падает все. И био, и социо, и культура. И попробуйте, пойдите разберитесь. Да? Поэтому в качестве программ личностного роста у нас будут интересные какие-то ориентированные практики, и арт-терапевтические практики, что хотите. То есть, действительно, это как бы понятие невероятно смутное. И в него как бы сливается все, что вообще может слиться. При этом, даже в такой прям совсем академической, очень выверенной среде, мы можем взять какой-нибудь там тест на характер, который, строго говоря, четко ориентирован на диагностику характера и больше ничего. Он будет называться личностный опрос. То есть, между характером и личностью тоже не поймешь, как вот это все одно отделить от другого, каковы критерии характера, личности. Все очень плывет. И я специально, я очень люблю там одну книжку, не буду ее называть, не хочу, так сказать, так, критиковать в лоб. И она замечательная, действительно. Она просто отражает положение дел. Она очень хорошая, такая хрестоматия по характеру, где сводится все, так сказать, что посвящено характеру, там, вот, каких-то теорий, связанных с телесностью, да, определенные, так сказать, телосложения, да. Через него мы пытаемся понять, какой характер у человека, до сложных типологий, там, того же Ганнушкина. Но при этом книжка, у нее предисловие, так как это хрестоматия, это собранные кусочки из разных авторов, она как бы начинается и заканчивается довольно толковым предисловием. Однако, понятия характера личности, они просто наплывают друг на друга. И непонятно, про что вообще мы говорим. Я помню, как я присутствовала на одном, как раз в период ковида, все же было онлайн, на одном онлайн, таком серьезном университетском семинаре, который четко был посвящен личности. Туда пришли главные специалисты по личности вообще, ну, отечественной психологии. И, как это бывает, такой, знаете, кулуарный разговор еще до начала вот такой онлайн-конференции, ты включаешься и слышишь, там все-таки кулуары, так сказать, в онлайн-формате прозрачные, ты можешь присутствовать, только войдя в этот зум-формат. И один из ведущих специалистов личности говорит другому ведущему специалисту личности, по психологии личности все. Специалисты личность, личность уже куда-нибудь ее отодвинули бы. И забыли бы про нее. Что вокруг нее так много разговоров. То есть это, говорят, люди, которые занимаются профессионально этой проблемой. Почему такой странный, ну, как бы, хаос, да, вокруг этой прекрасной, на самом деле, темы? Дело в том, что давайте, так сказать, просто посмотрим, ну, как бы, ретроспективно, да, вот вообще как шла, развивалась психология. Да, сначала была абсолютно научная дисциплина, она исследовала какие-то совершенно такие научные проблемы, память, внимание, мышление, как человек воспринимает, запоминает, вообще, как работает его аппаратура. И это была научная психология, да, достаточно заглянуть в историю психологии. Дальше возникает психотерапия. Да, она начинается с Фрейда, дальше, дальше, разрастается. И сейчас, если мы внимательно послушаем, например, людей, которые, ну, как бы, работают, так сказать, в поле противоположной психологии, да, агрессивно относятся к психологии, они говорят, это ваша психология, вот она все время крутит человека вокруг эго, и дальше, дальше, на самом деле, подразумевая психотерапию. То есть нет понимания, что есть психология, как научная дисциплина, есть психотерапия. Это разные вещи. И если мы говорим о психотерапии, вот тут как раз надо подумать о том, что происходит в понятии личности. Психотерапия имеет разные, как бы, ветви, направления разные. Психоанализ, юнгианское направление, там, когнитивно-бихвиральное нас объединили. Раньше это была, так сказать, когнитивная психология, бихвиризм, там были совершенно разные направления, да, на одной направлении занималась там сознанием, другое поведение. Ну, отлично соединили, очень хорошо. Есть гештальтерапия, не подойдет гештальпсихология, это разные совершенно вещи. И прочее, прочее, там. Значит, на чем, как бы, стоит каждое направление психотерапии? На определенном типе человека. Вот, человек психоанализа не равен человеку юнгианского подхода. Да и совершенно другой человек нам, так сказать, показывается, например, в поле когнитивно-бихвирального подхода. Уровень глубины, там, как бы, вообще вся антропология. И, конечно же, представление о личности. Если мы, например, возьмем Франкла, его главная идея и, так сказать, главная ценность – это смысл. Да, зачем? Во имя чего вообще мы живем, так сказать, движемся, действуем? Зачем вы пришли сюда, в конце концов? Зачем все это? Это совершенно религиозный такой поворот. Но при этом, если мы посмотрим психоанализ, то, ну, сам Фред говорил, что если вы задаетесь вопросами о смысле жизни, у вас невроз. Вы не в порядке, у вас не в лечении. Это очень четко постулируется. Это не, как бы, не при увеличении. То есть вы же, так сказать, организм, вы же дарвинистский человек, поэтому вы стремитесь к гомеостазу, снятию напряжения. Зачем вам нужно напряжение? Вы хотите удовольствия, отсутствие конфликтов, да, и так далее, и так далее. Это фрейдовское понимание человека. И, соответственно, конечно, представление о личности будет питаться вот этим, вот этой антропологией. То есть какая личность? Какая личность у Фрейда? Или какая личность у Франкла? Или у Юнга? Или у Перлза, основателя гештальтотерапии? И действительно, мы, как бы, живем в поле, так сказать, так как психология стремительно и неуклонно пытается стать, как бы, в общем, настоящей религией современного мира, и ей, надо сказать, это удастся. Вот мы увидим этот катастрофический такой сюжет. Ну, так сказать, тут просто можно выразить некоторую большую тревогу относительно человека, если психология действительно станет религией, ну, к тому все предпосылки. Она же действительно, как бы, выбрасывает мир самые разные типы человека, самые разные представления личности. И поэтому мы оказываемся в абсолютном хаосе. Давайте вот сейчас поставим многоточие и сделаем такой немножечко исторический такой шаг назад, да, абсолютно не касающийся, ну, как бы, напрямую нас с вами, нашей жизни, нашего быта, наших вызовов. Ну, потратим немножко времени, я постараюсь очень коротко и ёмко. Я просто об этом пишу книгу вот уже пять лет, поэтому я, так сказать, в это погрузилась. И меня поразило то, что я поняла. Я с удовольствием с вами какими-то вещами поделюсь. Дело в том, что вообще понятия личности в древнем мире отсутствовала, как класс, как идея. Его просто не существовало. Были групповые представления, да, коллективные представления. И дело даже не в этом. Нам, так сказать, на факультете психологии рассказывают о социальной природе вот этих процессов. Да, там племя, вот у них не, так сказать, такое представление субъекта, как такого коллективного субъекта. Дело вообще не в этом, а как раз дело в том, что религиозное представление, видите, как я заблуждалась, что личность не вызовет интереса. О как, стульев не хватает. Здорово, это очень оптимистично. А именно религиозные представления и, оказывается, формировали и влияли определенные понимания, так сказать, человека вообще места своего в мире, так сказать, да, представления в мироустройстве и так далее. А какие были эти религиозные представления в древнем мире? Это, так сказать, этап назывался манифестационизм, да, вот в науке. Такое красивое, понятное очень слово. То есть манифестация. Мир тотально, как бы, сакрален тотально. То есть он весь, как бы, такое вот божество, неперсонифицированное. И это божество, оно, как бы, может, это очень, кстати, хорошо, так сказать, и четко и осталось, так сказать, сформулируется в индуистской традиции. Оно, как бы, может манифестировать через человека, через, там, не знаю, животное, через растение, через что хотите. И важно не помешать этому. Как бы, я не личность. Я нечто, через что может проявиться божественное. Это не личностное. И вот это, кстати говоря, очень, я нашла, так сказать, такие хорошие идеи. Это очень схоже с детским ощущением мира. Вот для ребенка до понятийного возраста, да, там, где-то до 6-5 лет, у него вообще весь мир сказка, поэтому на вопрос, а что будет, если, так сказать, там, мы скажем ребенку, а нет Деда Мороза. Мне сказала одна студентка, так он, говорит, не поверит в это. Он не может в это поверить, потому что для него все это абсолютно волшебное. Можем ли мы сказать, что ребенок там до 6 лет вообще личность? Нет. Он тотальность. Он душа, но не личность. Есть совершенно прекрасный опыт. Я думаю, что это такая эксклюзивная история, все-таки это нестандартная вещь. Ну, наверное, психологи это знают, но для непсихологов расскажу. Это чудесная история. Феномен горькой конфеты. Маленький ребенок. Его сажают в аудиторию. Перед ним достаточно далеко от его стульчика стоит стол. И там, на этом столе, это время, так сказать, советское, в общем, такое небогатое, лежит большая чудесная конфета. Это редкость по тем временам. И при всех обстоятельствах этот ребенок точно не может дотянуться рукой до этой конфеты ни ногой, ни рукой, ничем. И садист-экспериментатор говорит, «Если ты найдешь способ, не вставая со стула, дотянуться до этой конфеты, эта конфета твоя». Этот вот психолог чудовищный человек. Он выходит из аудитории и понаблюдает за этим ребенком, как он себя будет вести. Маленький ребенок, существо, не знаю, еще особо вранья, ему не нужно еще, так сказать, так социализироваться, интегрироваться в этот мир. Лжи и так далее. Он как бы пытается честно эту конфету достать. Вдруг ему приходит очень простая идея в голову. Надо просто встать и взять, и сесть. Конфета же манит, она же большая, сладкая. Он встает, берет ее, садится на стол, входит экспериментатор и говорит, «Молодец, как ты здорово все сделал, справился с поставленной задачей. Конфета твоя». Ребенок ее ест и, в общем, не очень хорошо. Да, он плачет или ему грустно. В общем, его крызет кто? Совесть-личность. Первое рождение личности. Вот этот эксперимент, он так и вошел в историю. То есть, понимаете, как бы, что там происходит? То есть, что-то внутри него вдруг как-то его окликает, и эта конфета становится горькой, не сладкой она, не приносит ему радости. Но все-таки мы прекрасно понимаем, что маленькие дети не живут в этой логике. Они маленькие. Да, они, так сказать, еще тотальные, целостные, как бы, открытые, и, ну, как бы, до нравственные. Да, еще, так сказать, поэтому до семи лет детей-то, собственно, не исповедуют. Потому что особо там им нечего говорить. Ну, чего-то скажут там, я сломал игрушку. Ну, малыш, ничего страшного. Будь аккуратнее в следующий раз, скажет ему чудесный и нудрый батюшка. И все. Значит, в каком-то плане я совершенно не идеализирую мир древних. Ясное дело, что как бы мог быть прекрасным, но так же ужасным. Но, тем не менее, вот в этом мире там не было вот этой персональной ответственности, персонального, как бы, присутствия. Потому что не было того, перед кем можно было бы встать. Да, перед тотальностью, как бы, собою личностно не встанешь. И я сейчас не буду вдаваться в подробности. Там очень интересный, как бы, исторический процесс. Потрясающе, как бы, точный, логический, красивый. Но вот это время, как бы, появление личности на авансцене истории, например, Карл Ясперс называет осевое время. Это время, когда появляется понятие личности в Древней Греции, в философии. Допустим, как структурируется какое-то представление о мире, да, вот, Парменид, Кераклит, там, Демокрит и прочее. И дальше, как бы, все это выходит к Сократу, к его удивительному совершенно повороту от мироздания к человеку, да, и попытки его, как бы, понять и его к себе развернуть. Что делает Сократ? Он, так сказать, использует великолепный инструмент, который, собственно, надо использовать в психотерапии – маевтику. Как бы, он повевает мысли, он, как бы, окликает человека и все время пытается его, как бы, развернуть, развернуть, развернуть к этой глубине в себе. Ну, что делает обычный психо-хороший психотерапевт? Он делает то же самое. Человек говорит, там, у меня низкая самооценка. Мы можем сказать, ну, давайте представим себе, что у вас будет высокой самооценкой, дальше что? Ну, что будет дальше? Ну, вот я там сделаю то-то-то-то-то. Хорошо, вы сделаете то-то-то-то. И что дальше? И дальше, и дальше. Да, и пока вот человек не доходит до какой-то ядерной, важной, очень смысловой вещи. И, как бы, глубинно суперважной для него. И тогда об этом можно уже говорить. Тогда это не вот эти слои защит, да, и каких-то конструкций, а его существенное, ядерное, нечто личностное, да, затрагивая, за то, что затрагивает его личность, да. Это как раз ценности и смысл. И, так сказать, Сократ, он делает этот поворот, да, как раз к этой самой личности, которую он пытается вытащить, да, как бы вытащить на свет позже. Собственно, и свою жизнь проживает как личность с большой буквы, собственно, точно соотнося свою жизнь, свою судьбу с тем, что он говорит и делает. И примерно в это же время, в это осевое время, ветхозаветные пророки, да, так сказать, демонстрируют вот эту личность, стоящую перед личностью Бога. А тут уже мы имеем дело с ветхозаветной, да, монотеистической моделью, да, с абсолютно другим религиозным пониманием, как мир устроен. А как мир устроен? Если тот мир, да, и, так сказать, где всё, божество, да, там нет времени, там нет эсхатологии, там начала и концов нет, там время круговое, циклическое, да, так сказать, как бы всё время мир движется по какому-то кругу. А зло, как зло отсутствует, зло – это недостаток добра, то есть это вообще такая модель совершенно далёкая от понимания христианского, да, в котором зло – совсем не недостаток добра, это противостоящая добру силы. И, так сказать, есть начало мира, то есть творение, Бог – творец, и есть, так сказать, конец времени, да, когда начинается какая-то другая реальность, да, божественный мир приходит на землю. И в этом плане возникает категория свободы и ответственности. Вот в это время, в это время появляются вот эти, исторически они как бы выплывают на поверхность, вот эти категории совершенно потрясающие, которые без личности вообще невозможно представить себе. Потому что мы только личностно можем выбрать свободное, ответственно, между добром и злом. Ровно так трактуют личность блестящие философы и богослов, там, начиная с Бердяева, Соловьёва и так далее. То есть личность – это внутренний орган выбора между добром и злом. Это очень ясное, как бы, очень ясный критерий. Это не биосоциокультурный индивид. То есть, как бы, ну, вот эта категория появляется тогда, когда возникает категория выбора. Ты с кем? Ты с Богом или от Бога? Ты как бы про добро или ты про зло? Вот ты куда вообще? И очень хороший был вопрос. Почему так интересен такой вот мир? Ну, я бы даже не сказала, мир зла, понимаете. Вот эзотерический мир там. Такое вот всё интересное. Давайте туда сходим. Как бы светская такая тенденция. Причём я вижу просто. Это понарастающее. Психологию это вплыло стремительно. Расстановки по Хеллингеру. Какие-то бесконечные, такие глубинные трансовые а-ля артерапевтические практики. Вот какие-то путешествия в прошлые жизни. Причём для кого угодно. Пожалуйста. Какой-нибудь ретрит на неделю, там, вы будете молчать пять дней. И народ толпами туда едет. Это было классно. Что классно? О чём речь? Это такое вау-развлечение. Давайте поиграем ещё и в эту игру. Что для этого нужно? А ничего для этого не нужно. Заплатите деньги, поезжайте на ретрит, сидите там себе и молчите. Получите кучу впечатлений. А давайте попробуем жить без всяких ретритов, без этих как бы вау-эффектов. Ежедневно проявляем усилия. Усилия выбора. Усилия быть человеком. Как бы живя в этом неком напряжении. Потому что выбор – это напряжённая вещь. Это не такая комфортная ситуация. Делайте добро, и вам будет счастье. Не будет вам счастья. У вас будет куча проблем. И сложности, и сопротивление огромное. И внутри, и снаружи. И по понятным причинам, когда мы говорим о личности всерьёз, то мы, конечно, говорим о некой такой поступе человеческой, взрелой, взрослой. И, конечно, ребёнку это не потянуть, и невозможно сделать. И получается, что действительно, вот так вот постепенно история шла, и Господь как бы открывал, открывал, открывал на человеку знания, понимания, интуиции. И вот пришёл Господь Иисус Христос. Вот она, личность. Богоподобная личность, да, человеческая, божественная, так сказать, соединилась в одной личности. Реальная личность. Внутри которой, над которой, за которой, так сказать, вот, троится личность Господа Бога, близкого. Который видит каждого человека. То есть каждая личность. И эту личность как бы надо окликнуть, да, как бы надо создать такие условия, чтобы эта личность родилась. То есть каждый призван войти, да, в Царство Небесное, ну, кем? Вот этой самой личностью. То есть личность человека и личность Бога, вот они стоят перед другом. И это, конечно, немыслимая совершенно высота и глубина, и, ну, вызов колоссальный. И это действительно требует очень большой внутренней работы. Поэтому, ну, как бы я тоже это вижу и опытно, и с удовольствием читаю это в прекрасных трудах наших мудрейших мыслителей, и богословов, и философов, что жизнь человеческая – это рождение в жизни вечной. Второе рождение. Это рождение личности. Мы рождаемся как индивид, а мы рождаемся как, я бы все-таки сказала, не индивид, а как душа. Да, вот мы рождаемся как душа. Да, душа бессмертная, она приходит в этот мир. Постепенно у нее эта психика начинает формироваться как инструмент, как то, чем мы пользуемся. И в идеале, да, вот постепенно как бы развивается личность, да, а психика начинает, по идее, ну, встаивать, она как бы освоилась как инструмент. Мы же не думаем, как работают наши руки, ноги. Мы же не следим за тем, как, так сказать, нас обеспечивают в жизни зрение, слух. Оно как бы работает, и слава богу. Ну, немножко там сбоит. Мы же начинаем немножко этому придавать там значение, ухаживать за этим. Ну, пока и на счет опять работает нормально. Но дальше мы забываем. И это нормально. В идеале психика должна работать точно так же. Вот мы ее освоили, как-то поняли, как она устроена, так сказать, что в ней главное, что совершенно неважное, второстепенно. И бог с ней, с этой психикой. Да, давайте как бы думать о личности. В результате, что мы имеем, да, так сказать, как род человеческого, как говорится, недревних, да, он все перепутывает, запутывает, переворачивает, с ног на голову ставит. И мы имеем в результате психику, которая как бы так уже разрастается, понимаете, уже в таком объеме как бы на нас наваливается, она настолько проблемная. И по понятным причинам, потому что мир, он действительно, с точки зрения психологических норм, он ухудшается, не улучшается. И психике все сложнее и сложнее, она все больше и больше, ей нужно все больше и больше помощи. И в результате возникает некая форма этой помощи, которая начинает, так сказать, как бы быть тотальной. Да, и она уже начинает типа заниматься душой, личностью, всем, чем угодно, что тонет в этой психике. При том, что, в общем, совершенно ничего не понимает, строго говоря, о той богоподобной личности, которую можно разглядеть только в системе религиозных координат, никаких других. Только. У нас вчера была защита работ на курсе по основам христианской психологии. И там замечательно прозвучала как бы формулировка, как раз эта формулировка Бориса Сергеевича. Замечательно, что он здесь присутствует, Борис Сергеевич. Вы меня поправите, если что-то там не так скажу. Я просто вспомнила об этом. Студентка говорила, слушательница, вытесненные духовные потребности. Она как бы вытеснена. И это понятно, почему, да, мир, так сказать, ну, мы же жили 70 лет при советской власти. Период был, так сказать, довольно жесткий, абсолютно атеистический. И вообще мир, ну, как бы уходит в такую теплоохладность, да. Религия начинает быть таким интересным факультативом, таким хорошим сопровождением. Очень терапевтичная вещь. Как-то спокойнее жить. Зато присматривают. А на самом деле, куда это нас зовет, какие задачи, какой уровень задач перед нами ставят? Как в современный мир, так сказать, уходит такой комфорт, приятность, приемлемость, расслабленность. И, более того, вся такая массовая культура этому всячески способствует. И, так сказать, я даже не буду в это погружаться, а посмотрите на уровень информации, которая на нас летит. Какой объем этой информации. Я уже даже не говорю о событиях, которые происходят в мире, да, как трудно их вообще просто выдерживать. Но даже если вот мы бы разговаривали разговаривали пять лет назад, я бы все равно сказала, что понятие антропологической катастрофы не сегодняшний термин. Это термин второй половины 20 века. Расчеловечивание, антропологическая катастрофа, потеря, так сказать, человеческого лица, размывание понятия личности, и так далее, и так далее, и так далее. Почему? Потому что на самом деле вот эта духовная потребность, глубинная духовная, она вытесняется. И этого сложности сказал, что вот как когда-то там Фрейд показал, что вытеснена сексуальная потребность, отомстит, да, и нагонит человека неврозами, конфликтами и прочее. Бог с ним, с Фрейдом, и с этой сексуальной потребностью. Но мы же прекрасно понимаем, что будет, какие масштабные проблемы будут возникать, когда вытесняется духовная потребность. Несопоставимо больше. И как бы палитры здесь, так сказать, может быть огромные, описывать им не хватит суток. В результате действительно мы имеем вот эту ситуацию в вытесненной духовной потребности, такой системной. И я бы сказала, ну это как бы, можно вспомнить и Йонга в этом плане, такого как бы коллективного невроза, у которого есть свои четкие критерии. Это, условно говоря, некое такое положение дел, в котором мы оказываемся. И что делает здесь психика? Она адаптируется, приспосабливается, невротизируется, ее там, понимаете, раздувает, ее там расщепляет, все что угодно с ней происходит. И человек, испытывая вот этот дискомфорт, он бесконечно ее лечит. Он бесконечно вокруг нее нарезает круги, бесконечно его, так сказать, обкладывают эти терапевты. Один не подходит, давайте другого, второй тоже не помогает, давайте третьего. и все предели. Все хорошо. Есть чем заняться. Какое это отношение вообще к личности? Ну, хорошо, если косвенное, а порой и никакого. Именно здесь глубокие мыслители, отец Александр Минь, был, так сказать, одним из вот таких глубоких очень мудрецов, которые предупреждали, что он же смотрел в сторону психоанализа, там особо ничего еще. Ну, вот Франкл, но тогда, по тем временам и книг-то особо не было. Ну, так сказать, в Советском Союзе, да, потому что про Фрейда знали все-таки все. Он говорил о том, что это очень опасная вещь, да, бесконечно кружиться вокруг проблем психики. Это создает иллюзию личностного роста. Но это не является личностным ростом. И, да, кстати, вот вчера тоже об этом говорили, про, так сказать, доминанту, да, понятие доминанты Ухтамского, да, очень хорошее было такое сообщение про психосоматику, что если мы все время питаем одну и ту же как бы проблему, да, то в мозгу она представлена будет так, ну, как бы очень объемно. Если все время лечиться, будешь все время болеть. Бесконечно. Потому что это фикс-идея, это сверхценная какая-то история. Ты как бы этим живешь. Ты наблюдаешь, записываешь, анализируешь, жалуешься, собираешь анамнезы, симптомы, и ты никогда из этого круга не выдержишь. И что, строго говоря, здесь делает Франкл, да, вот тут пора к нему перейти. Он говорит, давайте вообще выйдем за пределы психотерапии, давайте предложим логотерапию, терапию смысла. Он принципиально считал, что это не психотерапия. Он не ставил между логотерапией и психотерапией та же детственная, как бы, да, не связывал та же детственная образом. А напротив, да, как бы, логотерапия выше, она про другое. Вот вам очень простой, очень красивый, пятиминутный формат логотерапии от Франкла. К нему приходит пожилой человек. И запрос совершенно такой типичный и трагичный. Я потерял жену. Мы с ней прожили больше полувека. это моя лучшая половина. Как жить-то мне дальше? Да, вот, я, надо сказать, имею такое, я бы сказала, несчастье, да, наблюдать, как порой работают мои, не хочется говорить, коллеги, да, но вот скорее вот люди, которые получили там годовое образование и вперед. Я просто это слышу как бы воочию от людей, которые потом приходят за помощью. Ну, часто говорят, давайте мы как-то поработаем с вашими чувствами. Что вот, что вы чувствуете, расскажите, да, давайте мы это проработаем. Что-то нужно проработать. Давайте мы как-то вот терапевтически это отработаем, поможем, снизим уровень напряжения. У нас есть и возможности. У нас действительно такие возможности есть. кому это, чему, вернее, это поможет, как бы, если вот посмотрим на этого человека как на человека. Это, ну, как бы, анестезирует какую-то психическую боль, а личностную нет. И что говорит Франкл? Представь, что ушел бы первым ты, и все, что ты сейчас чувствуешь, пришлось бы чувствовать ей. ты просто взял на себя, кто-то бы из вас все равно остался, да, ты взял на себя вот эту боль. И ее, ну, невозможно снизить, невозможно убрать, тебе придется с этим жить. Но это, как бы, тебе поможет. И это ему, по-моему, помогло. Да, он молча вставит в эту руку Франклу и сказать, довольный уходит, мы не можем. Он уходит, обретая смысл. То есть, он как бы поднимается над вот этой психической реальностью с ее болью, с ее бессонницей, с этими всеми состояниями, над этим. И в результате получает огромный, совершенно другого порядка ресурс, личностный ресурс. То есть, личность как бы над этим. над всей этой психологической машинерии, со всеми этими психологическими элементами, чувствами, мыслями, состояниями, поведением и так далее. Она как бы уровень, который более высокий. и ну вот у Фима Василюка это, так сказать, такой, есть дубль два вот этой истории. У меня есть дубль три этой истории. Значит, дубль два такой. Его аспирантка где-то практикует и приходит с точно таким же запросом такой же пожилой человек. Она страшно довольна, сейчас будет Франклом, сейчас это все скажет, повторит слово в слово. Это не работает совершенно. Это человек другой. У него другой как бы психотип, другой, может быть, какой-то уровень мышления. И он ей говорит, ты что, мне смерть что ли жила? Что такое говоришь? А мы можем сказать, что она так это сказала, что на самом деле у нее, в ее опыте за этим ничего не лежит. Она просто повторяет слова. Конфигурацию этих слов, последовательств этих слов. И это не работает. И этого бедного вдовца успокаивает какая-то тетечка, уборщица, которая мелок, молодая, дура, ничего не понимает, держись, крепись, что обычно говорят в такой ситуации. Это просто такая эмпатия соприсутствия. То есть все мимо, личности нет, она не обеспечивает эти слова. этот смысл, эта боль не понимает. И это не работает. У меня этот дубль три, когда ушла из жизни моя тетечка, остался дядюшка, это фактически мои вторые родители. И это физики, лирики, шестидесятники, физтех, первый набор, ну вот такая публика определенная. И я дядюшка, я безумно за него волновалась, потому что он такой доктор физмат наук, сухой, сдержанный, закрытый человек. Я думаю, господи, он же никому и выпалкаться-то не может. Он не будет этого делать. Как он вообще с этим справится? И я понимаю, что если я ему скажу франкландские слова, мне-то как бы есть на что внутренне опереться, говоря такие слова, но он меня не услышит, потому что я для него девочка, сколько мне не было лет. и я нахожу его подругу, врача-реаниматолога, с которым они ходили в походы, вся эта как бы их прекрасная юность была вместе. Я говорю ей, вот был такой Виктор Франкл, скажите дядя Толе вот эти слова. Она говорит, мудро сказано, это сильно. И вот она ему говорит, я не знаю, я не вижу этого, мы едем обратно с похорон, и он мне говорит, ты знаешь, меня Нелли очень поддержала. она сказала, не слова, которые дали мне силы. Вот тут позволю себе маленькую психологическую паунь. Что делает моя психика в виде моего внутреннего ребенка? Она говорит, ну это же я сказала, это же я придумала, какая я хорошая умненькая девочка. Кто-то мне говорит этой девочке, молодец, ты здорово все придумала, давай оставим это при себе. Да, вот, ему это помогло, и слава Богу, значит, кто-то во мне срабатывает совершенно на другом регистре. И вот этот регистр вообще в себе довольно сложно вычленять, и это требует на самом деле тренировок, потому что нас этому, нас чему угодно учат, но это нас не учат. вот это мы не умеем делать. И дам вам прекрасный такой пример иллюстрацию. Ну, была там групповая работа, и она, мы никогда не заявляем ее как такую терапевтическую группу со всеми делами, там, групповой динамикой, нет. Она была тематическая, она была посвящена характеру, разбору полетов, там, как бы такое вот совместное творчество. Ну, совершенно понятно, что в группе, которая работает достаточно долго, происходит какие-то бессознательные процессы. Ну, например, меня страшно раздражает вот этот человек. Вот он сидит передо мной и вот сидит не так, и улыбается не так, и говорит все время не так. Какой неприятный человек. Я все время думаю о том, почему я сижу напротив него. каждый раз я перестаю услышать, что здесь происходит. Я просто перестаю как бы включаться в то, что происходит. Меня вот этот человек все время как заноза цепляет. Значит, что здесь происходит психологически, не личностно? Этот человек нам всегда кого-то напоминает. Это и называется перенос. Да? Он напоминает кого-то, с кем у нас незакрытый, извините, гештальт, извините, да, за этот птичий язык. То есть незакрытая проблема, то есть или может быть закрытая, но осталась очень большая боль. И психика, вот она, инструментальная вещь, вытеснила это куда-то, чтобы нас все время не тревожить этими воспоминаниями. Но куда она вытеснила, она же не за окошко это все вытеснила, она вытеснила внутрь нас, туда, куда-то, в какие-то психические глубины. И они работают. И вот один участник этой групповой истории, который все время группы велся примерно так, да-да-да, ага, да-да-да, то есть он на все говорил, да-да-да, он был таким хорошим мальчиком, кто-то что-то говорит, да-да-да, вот это все. Я думаю, что он с ним такой благожелательный, доброжелательный. Это меня как-то начало напрягать и пугать, потому что за этим всегда кроется ровно обратное состояние. То есть он так боится своей агрессии, что он все время вот туда уходит, в эту внешнюю благожелательность. И этот взрыв происходит. Вдруг он говорит человеку, самого этому визави, причем говорит буквально вещь невероятная. Вы такой сякой и розеттокий, и вообще у вас не таланта и не мозгов. Ну такой оскорбительный выпад такой. Мне надо как-то эту всю группу защитить, немножко защитить. Я реагирую, развожу. И дальше происходит вещь феноменальная. Половина группы говорит, ой, он бедный такой. Ему, наверное, так тяжело, его надо поддержать. Какого? Его, который наехал. Как вы думаете, почему они это говорят? Потому что у них у самих подобные проблемы. Они тоже как бы, понимаете, боятся какого-то выплеска, потому что у них эта вся история, какая-то другая конфигурация, но суть одна и та же. Поэтому они вычленяют вот этот выброс, это нарушение границ, да, действительно, такой оскорбительный выброс. Они как бы его не видят. Они видят, что, ой, ему так трудно, его надо поддержать. А какая-то часть говорит, слушайте, так же нельзя, это же прям, ну, жалко же человека. За что же? А человек, вообще-то, говоря, психолог. Поэтому нехай себе сидит и пускай туда сливаются все проблемы вот этих людей. Психолог не человек. Он тот, кто должен все это дело переваривать, аккумулировать, он для этого тут и сидит в конце концов. Представьте, что тут происходит вот в этом небольшом круге, что вообще-то происходит в любой семье, да, в любой компании, да, в любом сообществе, в маленьком, большом, там вот эта психка, понимаете, работает очень, как бы, сложно и тонко, но не так, чтобы не разобраться. И что, в принципе, нам удалось сделать вот с этой группой? Что хотели сделать люди, которые вот особенно невротизированы, особенно с подавленной агрессией, они хотели все быстро ликвидировать, любое напряжение, немедленно. Наталья Владимировна, вы скажите там, вы поддержите, давайте прямо сейчас все тут разрулите, вы. Нам уже некомфортно. Я их поддержала и вышла, дала вот этой ситуации немножко повибрировать, да, побыть. и это классическая ситуация каждого из нас. Что-то происходит не то. Психка нас куда-то не туда увела. И она пытается немедленно оправдаться, кого-то обвинить, найти козла отпущения, себя поддержать. Тут психологи нас обступят, понимаете, круглым, плотным, эмпатическим кольцом, скажут, да, 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 вам так трудно, вы же в симбиозе, а тут мама такая с херным характером. Нет, нет, давайте сепарируйтесь. Сразу подложат нам, подставят кучу подпорок. А что надо делать в личностном плане? Постоять в этом дискомфорте. Побыть в нем. И еще я с ним работаю с этим несчастным внутренним ребенком. В детстве мы разучаемся выдерживать ситуацию. Нам страшно, потому что нам никто не помогает. Взрослые тоже не очень личности, знаете ли. Тоже никто никому ничего не учит. В этом плане мы тут все немножечко жертвы, мы тут все немножечко невротики, поэтому мы не пытаемся кого-то в чем-то обвинять. Но тем не менее трудно научить того маленького ребенка, который является моим сыном или дочкой, чему-то, если я сам не умею. Я тоже хочу снять немедленное напряжение. Я показываю быстро кому-то позвонить или поесть, или включить радио, или почитать даже молитву. И это замечательно. Только не покидайте себя в этот момент. Побудьте в этом напряжении. Послушайте, что происходит с вами. Вот что говорит там эта психическая реальность разными голосами. И когда вы увидите, прочувствуете, услышите себя, как вот тот Сократ нас призывал, как бы войти в себя и заглянуть в глубину. Да и собственно об этом это все святые отцы про этого внутреннего человека, про эту глубину в себе. Владыка Антоний Суржевский блестяще об этом говорит. Да, вот войти в себя. И тогда мы видим то самое бревно в собственном глазу. Мы говорим я был там резок, я был не знаю слаб, да, я переложил там ответственность на другого. Или я слишком много взял на себя и лишил другого там возможности принимать решение. Я-то чего делал? И тут сразу вспоминаю прекрасную картину Поленова Иисуса грешница. Ну и вообще эту часть дивную евангельскую, да, когда они все хотят ее побить камнями и он пишет грех каждого, да. Ну такая прекрасная идея, что он пишет на песке, да, грех каждого и он каждый вид и уходит. Ты-то сам где? Этот оборот к себе это личностный оборот. Он требует напряжения, он требует умения думать, он требует умения ну как бы чувствовать не просто эмоционально вибрировать. Люди говорят, ой, я испытываю раздражение. Это не поймешь чего. Я всегда говорю, за раздражением обязательно будет какое-то чувство обида или страх или злость. Вы чего на самом деле-то чувствуете? То есть как бы это путь правды, да, как бы мы входим в правду о семье. Психике совершенно неинтересно это правда. И лишь бы там как-то скомпенсироваться, понимаете, чего-то там сбалансировать. Она честно работает, эта психика. Это не наш враг. Но она работает как может. Она не личность. А вот личность это это вот та как бы удивительная совершенно внутренняя структура, да, вот, которую, вообще-то, мы выйдем потом из этой жизни, да, в жизнь вечную. И она, как бы, она в состоянии думать правдиво, она в состоянии держать напряжение, она в состоянии видеть другого. Не как объекта, не как средства, не как того, на кого я могу сбросить свои проблемы, недуги, да, и кого я могу обвинить, а как другого, который тоже как я, личность. И он тоже чего-то не может, не умеет, не знает, как и я. И вот эта личность, понимаете, она позволяет, строго говоря, увидеть другого по-настоящему. Вот в этой группе, о которой я сказала, нам действительно удалось зависнуть. И там, они что-то писали, писали, ну, сколько, сколько еще ждать? Я говорю, ну, вот, мы встретимся в нашем режиме и все обсудим. Давайте доверимся Богу, себе, своей душе, своей личности, своей глубине. Чего так нервничать? Все хорошо. Говоря о их внутреннем детстве. То есть, какая-то поддержка есть, но не попытка немедленно все фасилитировать, да, снять, ослабить. и дальше мы садимся и мы говорим, вот, я там испытывала то-то, я испытывала то-то, ну, да, и вот за это время, наверное, это потому-то, потому-то. И этот человек, когда он пришел, сказал, я, кажется, понял, первому сказал, что я был хорошим мальчиком, всем пытался угодить. И, видимо, настолько уже заигрался, что в какой-то момент просто вот это подавленное, моя вообще сущность, как бы присущая мне, вот эта агрессивность, которой я безумно боюсь, она вот так вот вылетела. Я говорю, она вылетела вот на этого человека? Или на кого, на кого вы вообще на самом деле злитесь? У вас есть кто-то на кого, по-настоящему, в серьезно, глубина, долгое время в своей жизни злите? Он говорит, есть. Ты отец, который меня унижал, оскорблял, был психопатом. Как бы я вообще не выдерживаю этого всего? И вот тут начинается настоящая психологическая работа, которая личность как бы не затирает, а наоборот дает ей свободу быть. еще один такой пример я вспомнила сейчас. Работала с одним человеком, ну так как бы пыталась как бы его удерживать в ситуации, в которой он находился, а он находился в плохой ситуации, и он шел как бы в такую не очень хорошую сторону. Так, в нравственном плане. Как раз психологически все было абсолютно понятно, оправдано, но личностно вот то, как он себя вел в своей жизни ситуации был не очень. И я поняла, что мне не удается, он меня не слышит. И когда он, ну в общем, прошел как бы этот круг не очень таких нравственных поступков, да, он пришел ко мне и говорит, ну ты знаешь, мне очень плохо. Я говорю, ну вообще-то я понимаю, что тебе плохо. Ситуация плохая. ну а что ты хочешь от меня? Ну вот как-то мне вот прямо невыносимо плохо. Я говорю, давай так, давай вот, давай по-честному поговорим. Давай в логике логотерапии или христианской психологии. Ты понимаешь, что вот сейчас то, что тебе плохо, это является совершенно нормальным следствием всей этой ситуации. Ты хочешь, чтобы я тебе это плохо твое анестезировала. Ты хочешь, чтобы тебе было хорошо при том, что все плохо. Или ты все-таки выдержишь вот это плохо, потому что оно ведь для чего-то нужно. Ты начинаешь видеть, что происходит. Может быть, у тебя будет возможность как-то поменять, развернуть ситуацию. Давай как-то решим. Реши сам. Ты готов? И он сказал, да, я готов. Я понял, что ты хочешь сказать. Я пошел. Я пошел думать. И через какое-то время не сразу, да, там пошли какие-то совершенно другие жизненные повороты. Он стал себя... То есть он из этой ситуации как-то попробовал все-таки очеловечить, да, там как-то вернуться в нее и повести себя по-другому. Хоть как-то, да, но и сделал какие-то очень мощные выводы для себя. И вот тоже пример, когда есть психика как инструмент, ей плохо, там, дискомфортно, то-се. Но есть личность, которая вообще-то призвана держать это напряжение жизни. И, строго говоря, именно удерживая это напряжение жизни, она и растет, поднимается выше и выше. и развивается. Поэтому никакие тренинги личностного роста, понимаете, они не про личность, это все профанация, так личность не развивается. И она развивается внутри жизни, внутри нравственных поступков, внутри выборов между светом и тьмой для лично себя и лично для этой конкретной ситуации. Мы очень много можем рассуждать. о прекрасном, высоком, понимаете, читая прекрасные книжки, мы можем говорить, да-да, это очень важно. А что мы сделаем конкретно сейчас вот тут с нашими просто самыми близкими людьми? Сможем мы увидеть в каком-то там, не знаю, психующем родственнике, да, раненого человека, да, и его боль? сможем мы пройти сквозь его эту, так сказать, раздерганную психику и увидеть душу этого маленького ребенка в нем? И вообще почувствовать, что он это делает от боли, а не от того, что он хочет нам насолить. Это же довольно трудно так существовать, жить, и мы естественно не удерживаем эту высоту, мы как бы пробуем, естественно съезжаем, а как бы поднимаемся опять падаем, и это абсолютно нормально. И довольно трудно себе представить человека, который сказал, да, я личность, все, я все хорошо, правильно делаю, нравственные поступки непрерывно совершаю до вечера и с вечера до утра. Ну, конечно, нет. И слава Богу. Но вот если, чтобы у нас было время на вопросы, как раз я в час уложилась, я хотела в конце дать вот несколько таких моделей, да, таких достаточно простых и понятных, и очень, на самом деле, таких глубинно важных. Ну, вот я бы начала с модели Бориса Сергеевича, братусь, да, его четырех уровнях, да, на самом деле движения личности. Вот первый уровень, там еще личность, ну, такая личность, не очень личность, маленькая, маленькая, такой ребеночек-ребеночек, он и называется эгоцентрический уровень. Являются ли люди на этом уровне личностными? Да, в общем, нет. Потому что они живут в логике я и все остальное, да, вот мир должен мне помогать, он должен меня обслуживать, меня понимать, меня аплодировать, обо мне заботиться, я ему все предъявляю какие-то претензии, я все время обижаюсь на этот мир, да, и так далее, и так далее. То есть я и вот все остальное, а я во главе угла. Для ребенка это нормально, да, но сколько мы можем видеть людей, которые на этом уровне остаются? значит, второй уровень группоцентрический. Это мы и они, да, вот наша команда, их команда, наша там система, их система, наш двор, их двор, наша церковь, их церковь, понимаете, там не так, а у нас вот так. То есть это подростковый этап развития. Абсолютно понятный для подростка, потому что подростковый возраст это поиск как бы идентичности, поиск себя, и он всегда идет через окружение, да, нам надо найти своих, свою стаю, грубо говоря, да, нам надо к чему-то примкнуть, к какой-то компании, тогда мы себя чувствуем сильнее, крепче, увереннее, да, для подростка это нормально, неизбежно. Это очень важный этап развития, но мы же прекрасно понимаем, что в мире вот этот группоцентризм это вообще наше все. Понимаете, мы соединились, все друг друга подперли плечом, и мы такие все хорошие, прихорошие, правильные, приправильные, и все у нас вообще отлично. Не отлично только там, вот у них. Значит, и это про что? Как бы это про личность? Да, в общем, нет. потому что там нет другого, там ты нету, там есть какие-то они, тут какие-то мы. А личность начинается с третьего уровня, где я и ты, такой уровень, ну, на самом деле культуры, да, ну, как бы уровень, где можно быть, как бы, личностью, потому что есть другой, но там может не быть Бога, однако, мы скажем, там будет вытесненная духовная потребность. Всегда человек на этом уровне ищет, ну, вот как мы, царство местное, мой дядюшки, он недавно ушел, он только к концу жизни, как физика, естественно, научная такая у него система координат была, для него Богом была природа, наука, физика, как устроен мир гениальный, совершенно он устроен, логично, красиво, удивительно, разумно, и потом, когда уже возраст, так сказать, накатил, это же совершенно советский человек, это абсолютно такая, знаете, такой временной отрезок прямо внутри советской власти, да, и вот он приходит к концу жизни, к тому, что Бог, вот это все устроил, да, и даже к психологии он на конце жизни отнесся снисходительно вполне, доброжелательно, и принял факт ее существования, чему я бесконечно рада, но, понимаете, могу сказать, что он был личностью безусловно, безусловно, супер, так сказать, деликатный, дико скромный, абсолютно бережно относящийся относящийся к любому человеку, старающийся никого не осуждать, но его вытесненная духовная потребность сублимировалась в науке, да, в природе, то есть она все наношла свое место, да, как бы Бог был в чем-то, но все равно был, а вот уже четвертый уровень, когда не надо ничего никуда сублимировать, и там это четвертый уровень, духовный уровень, где Бог и я, и тогда я не самость, не эго, не я хочу, не хочу, вот я живу в логике Бог ведет, а я иду, да, не я иду, а Бог ведет, а Он ведет, и я иду, я пытаюсь понять, а куда ты хочешь, чтобы я шел, чего ты хочешь, чтобы я сделал, потому что я твой инструмент, твое средство, как бы, да, я личность, понимаете, потому и личность, что там прозрачная психика, там уже психика не работает, она как бы есть, но уже ее как бы и нет, и вот эта личность, которая разворачивается, да, перед лицом Бога уже, она прозрачна, через нее уже нам светит Господь, его замысел, его присутствие, и тогда вторая модель, да, вот эти четыре уровня, вы себе представили, да, вот теперь представим себе другую модель, представим себе такую пирамиду, да, такую большую пирамиду, которая в идеале, да, пирамида психики, она как бы должна, ну, как-то быть с нами освоенной, да, вот это не выразмазанная эта платформа, она где всего там накидано, навалено, вот мы ее организуем, 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 и как бы доорганизовываем до вот этой точки, где она снимается, где она ничего не определяет, она есть, но у ее как бы уже и нет, есть тихо у святых, но есть, она важна, нет, важно, что они там, не знаю, один интроверт, другой экстраверт, один там экспрессивный, другой там наоборот какой-то психострат, это вообще не имеет значения никакого, независимости, абсолютно, а вот если вы представите пирамиду, которая стоит на точке, да, и разворачивается наоборот вверх, и это пирамид личности, вот она как бы есть потенциально, она не обязательно станет, она может стать, если мы ее ставим, и вот она как бы разворачивается, разворачивается, разворачивается и должна развернуться, в полноте, да, когда мы говорим, Господи, я есть, и я есть только с тобой, и без тебя меня нет, это же не психка говорит, психка может прекрасно себя, понимаете, там, бультыхаться сама по себе, а личность нет, она всегда как бы ради чего-то, куда-то, во имя чего-то, она движется, и когда мы понимаем, что она движется к Богу, да, то понятно куда, а не просто куда-нибудь, именно поэтому светская современная психология, говоря о личности, она спотыкается ровно об этот поворот, а куда, строго говоря, а куда хотите, а раз так, то некуда, нет вот этой как бы точки, куда мы движемся, когда мы знаем, что есть Бог, который нас как бы всех держит, любит, ждет, то мы туда, собственно, идем, да, и туда ведет нас наша личность, потому что она преодолевает сопротивление, преодолевает вот эти все искушения, в том числе и психические, психологические, и выдерживает это напряжение роста. Последнее, что скажу, вот из Павла Флоренского, меня это мысль совершенно потрясла, когда я, вот у него она очень четко выражена, она есть у многих мыслителей, но вот именно у Павла Флоренского как-то я очень остро и четко ухватила и почувствовала. Он говорит о том, что, кстати, абсолютно идея христианско-антропологическая, о том, что вот эта представленность двум мирам, да, которые заданы человеку как некая задача, да, вот, чтобы он себе как Адам объединил, собственно, как Христос и сделал. Адам, кстати говоря, не справился, да, потому что он свородился и упал, да, но вообще для чего он? И куда он был движим Богом, да, и что Бог ему заповедовал примирить в себе земное и небесное, да, так сказать, материальное и духовное, то есть удержать полноту, удержать вот эту, как бы, это мироздание. И это, вообще-то, антиномическая задача, то есть очень сложное, такое противоречивое состояние. Как это вообще удержать в себе? Псих не справляется, а личность справляется. Как любить ребенка, зная, что он уйдет? Вырастет и уйдет. А ты тут очень не спишь и, так сказать, там, экономишь на всем, там, и тратишь свое время, жизнь. А вот он вырастет, и все, мамочка, папочка, я вас очень люблю, до свидания. Пошли, поехали. Это же очень трудная задача, да, как там любить, я не знаю, человека, который тебе не нравится. Как его вообще полюбить? Это же тоже очень трудная задача. То есть, как бы, и вообще вот эта вся, вот, машинерия, которую я пыталась вам развернуть. Как это, когда тебя злит, раздражает, тебя обижает, так сказать, на тебя наезжает, а ты при этом думаешь, что я могу с этим сделать? Не что он, она там, они, какие они все, не такие низкие, а что я могу логически-то отреагировать? Какой трудный поворот, на самом деле, делает личность, вот эту, удерживает антиномию, напряжение, и говорит, а что я могу? И происходит на самом деле, когда мы это пытаемся делать, я бы сказала, квантовый скачок, он квантовый, понимаете, он непоследовательный, такой медленный, вдруг мы открываем себе эту возможность, и мы как бы это начинаем чувствовать, мы говорим, а можно так что-ли было? А чего так, а чего ж так раньше-то не было? Поэтому люди, которые туда проходят, да, и терапия в этом плане очень помогает, христианская психология, они говорят буквально, жизнь на до и после разделилась, это другое качество жизни, когда мы осваиваем психику, когда мы не даем ей руль, когда мы все время, так сказать, практикуем эту личностную часть в себе, да, и слышим ее голос и пытаемся ее, в ее логике действовать и жить, то действительно жизнь меняется. И тогда Господь нам дает благодать через таинство в церкви, через соборность, через свое присутствие. Это сверху вниз, а мы снизу и вверх. Как бы работаем, в хорошем смысле слова работа, творчески работаем над становлением своей личности. И тогда происходит вот эта синергия. Бог ведет, а я иду, а не жду, чтобы он меня еще и повел, понимаете? Ничего при этом, сам при этом ничего не делаю. Надеюсь, что я вас не запутала. Это замечательно. Давайте вот ваши прям жизненные, или может быть совершенно такие, на понимание вопрос. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Опять сейчас скажу, что я все время обслуживала, что никто не понимает, поэтому я готова сейчас и готова к усею, как хотите. Давайте сейчас, конечно. Вот из того, что я поняла, мне очень понятно с вашим стажением, очень аналогично, с охватывающей, с центром, что вот наиболее для меня лично вышел яркий пример личности, это вот, например, святые, одного из которых я знала, был моим духовным отцом, Гурьянов Николай Залитский, старец, ушедший мирами, свидетелем, который видел потрясающее проявление христианской любви, мудрости, решения судиться. Человек, который рассказывал, как, что происходило в лагерях, в лагерях, в которых он был. И вот не только он, я туда обобщаю, Луку Крымского, Вольно-Исимецкого, который тоже был лагерях, явно крестьянкина, который почти 10 лет, Эдор почти 10 лет. И вот личность, которая выходит оттуда, как золото, сияющее, выкурное, мало того, что не только необозлившаяся, никого не осуждающая, которые они говорят, он говорил, вот я присутствую, он мне говорил, что там Бог был ближе всего, рядом со страдающими людьми. Но сколько там было удивительных людей. То есть там, как мы его, но там было столько боли, но людей у него было по 300. Поэтому он даже за это благодарение принесил, хотя мне было очень больно вспоминать, он принял удивительные рассказы, как этот свет, в общем, одним словом, я видела перед собой человека, прошедшего величайшее испытание, в отличие от наших мелких, скажем так, которые сегодня там мы не искали. А при этом не только не потерявший любви к людям, даже к его, так сказать, со всем видом давления продолжались эти испытания, после того, что это уже в Советском мире. У него при этом была любовь к народу, любовь к родине, ни одного суждения. Он все наполнял. То есть личность, я так поняла, через него, она через Христа встроена в этот мир и обнимает его весь, и, так сказать, внутри, я, вас, вы во мне, я в отце, вот то, что Христос говорил в 17 главе Теанн. То есть неотделенность от своего народа, каким бы он ни был, и уж тем более, в самые, так сказать, экстремальные моменты, никакого не было противодействия. Было, наоборот, желание всех обнять, всем помочь и все понять. А все, вот он всем поменял, так сказать, как вы видите, на разных языках, каждому, что ему было надо. Все уходили совершенно разные, обновленные, потрясенные, удовлетворенные, получившие каждый. Бог напрямую с ним говорил. Я видела, с кем напрямую говорит Бог. Вот как раз тот, кто меня отделен, а тот, кто внутри этой самой страшной жизни, Батя, и который при этом этот свет не смотрит. Свет любви внутри этой жизни. Да, да, пожалуйста. Хражды, благодарю вас за лекцию обратную связь по поводу запутали. Я записывала вопросы и в процессе продолжения я их получала на них же ответы. Замечаю. Из вопросов записанных осталось два. Прекрасно, давайте, прекрасно. Первый вопрос это вот модное слово аутентичность. Прекрасное слово, Как я понимаю, это третий уровень, я и ты. Да, вот интересно ваше мнение. А второй вопрос, вы сказали, что можно лично спросить какие-то личностные моменты. я боюсь быть плохой и сделать плохо. И с одной стороны это бережное отношение к другому, но с другой я наношу себе этим ущерб, оставаюсь в каких-то отношениях, не защищая свои границы, потом долго восстанавливаюсь. Слушай, сейчас вас и до этого размышляю, я понимаю, что я могу с этим сделать. Я делаю ответственность за свои границы, что не другой за них отвечает, а я. И задавать себе чаще этот вопрос в процессе, если что-то идет не так, допустим, я обозначаю границы и не слышу, то я по-взроскому опять же себя спрашиваю, что я могу с этим сделать. Правильно я решила. Большое спасибо. Я начну с последнего вопроса, потом к аутентичности. Вы абсолютно правильно почувствовали. Я немножко просто разверну. Это вот такая типическая проблема. Смотрите, вот они как бы психологические уровни. Давайте представим себе нас маленьких. Вот мы пришли в мир. И это все чудесные девочки, мальчики, и они погружены в какую-то ситуацию, среду. Обстоятельства, проблемы в семье. Что-то происходит, всегда что-то происходит. И у ребенка нет еще способности, ни рефлексии, ни понимания, ни защиты. А взрослые не умеют, порой и не могут помочь этому ребенку. Что обычно происходит, так сказать, ну так типически. Родители, ну понимаете, они, так сказать, куча у них проблем, они что-то решают, у них там, понимаете, надо заработать, жилищный вопрос, то-то, все, пятый, двадцать пятый. А тут ребенок, он боится, что с ним не так. А что делает обычный родитель? Хороший. Он говорит, ну ничего, ничего, все хорошо. Все же хорошо, правда? Давай это, давай то, ну нормально, все, поехали. То есть в результате это самая лучшая ситуация. В результате ребенок как бы совершенно не понимает, а что с ним было-то? А ведь с ним что-то было. Какой правильный да, ход, когда мы говорим, а ты чего такой напряженный, ты, что с тобой? То есть мы пытаемся услышать и увидеть этого ребенка, не предложить ему немедленно конфетку, понимаете, или какую-нибудь другую форму помощи, да, а что с тобой? И когда мы не убегаем от чувства состояния ребенка, а наоборот, ему помогаем это понять, то это чувство уходит. Парадоксальным образом все, от чего мы убегаем, за нами несется вскачь. Все, к чему мы разворачиваемся, мы через это можем пройти, и это уходит. И вы знаете, вся культура, педагогическая, да, ну, вообще в широком смысле родительская, она вот была повернута в логику правильности долженствования, ребенок, там была раса, чистая из бумаги, туда сейчас подопихаемые знания, умения, навыков, ну, что он там может вообще чувствовать-то, господи, полтора-два года, три-четыре-пять, он же крошечка, а между прочим, исследования показывают, что это самые сильные переживания, потому что ребенок до пяти лет, он тотальность, он, если боится, он всем собой боится, если он радуется, он всем собой радуется, если он горюет, он всем собой горюет, но он не понимает, как это назвать, как с этим быть, и когда мы говорим, так ты, ты расстроен, ну, давай, это бывает, я тоже бываю расстроенной, то есть мы первым шагом входим, мы как бы подходим, вторым шагом мы говорим, так это вот водичка, а это вот телефончик, мы так же работаем с чувствами, говорим, так это ты расстроен, ничего страшного, мы учим детей как бы входить в это переживание и выходить сквозь, я бы, как вы понимаете, об этом могу говорить часами, потому что я этим просто занимаюсь плотно, а теперь представим себе вот этот ребенок, о котором мы с вами говорили, ничего, 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 а к тому же еще в семье, например, сложная ситуация, а так как ребенок тотальность, у него возникает желание сделать все так хорошо, чтобы все расслабились и были счастливы, он испытывает ну, такую тотальную сопричастность к происходящему, и это типичное состояние у людей, как бы этот маленький мальчик, эта маленькая девочка старается изо всех своих сил не расстраивать маму, не злить папу, быть такими хорошими, и тогда наступит рай, а он не наступает, а навык остается, и мы живем так всю жизнь, мы говорим, да, 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 конечно, конечно, ничего, что вы тут уже стоите на моей голове, ничего, стоите, стоите, я потерплю, кто это говорит-то, это тот самый ребенок и говорит, то есть это не про то, что, знаете, уберите ногу с моей головы, это не здорово, это вообще неправильно, то есть мы не умеем говорить нет, мы не умеем говорить, подвиньтесь, пожалуйста, это моя территория, я просто имею на нее право, потому что я существую, нам так страшно сказать нет, потому что в нас этот крошечный ребенок, это память, говорит, если ты скажешь нет, все окончательно рухнет, это детская логика, поэтому мы совершенно правильно делаете вывод, как мне говорила одна совершенно гениальная моя клиентка, у которой вот так просто был комплекс, так сказать, хорошей девочки, такой какой-то всеобъемлющий комплекс, и вот буквально там ей наступали на ногу каблуком, когда она будучи девочкой сидела, она терпела, она не вынимала руку, ну случайно там кто-то из взрослых, а она замирала и терпела, вот такая была, да, вот такая была ситуация, и она говорила, если я не умею говорить нет, моя да, ничего не стоит, она ничего не стоит, это не да, это ой, 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 это не про встречу, не про ситуацию, не про другого человека, это про мой страх, а это значит с ним не разбираться, и она говорит, я год, у меня теперь год правда, я буду учиться говорить нет, все, извините, и даже если вдруг, всю жизнь мы говорили да, 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 вот так вот, испуганно, и вдруг мы говорим нет, мы можем, знаете, как сказать нет, 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 ничего страшного, когда ветка, понимаете, прижата к земле, и вдруг ее отпускает, она, естественно, понимаете, несется в другую сторону, ну, и потом постепенно занимает естественное правоположение, не бойтесь, ну, скажите, знаете, извините, у меня терапевтический процесс, отойдите, постарайтесь, чуть-чуть, в стороночку, отойдите, а то попадете под удар там, кто не спрятался, да, я не виноват, извините, но это все быстро стабилизируется, потому что, ну, как бы, включите юмор, он очень помогает в таких ситуациях, по поводу аутентичности, ну, знаете, у нас мир вообще плодит сущности, бесконечные, да, вот, давайте так назовем, давайте сяк назовем, да, да, в общем, вы правильно говорите, аутентичность, такое сложное слово, которое говорит о том, что я, ну, еще это слово есть прекрасная конгруентность, понимаете, как хотите, называйте, но речь идет о том, что я есть я, да, я не мои проекции, не мои неврозы, не мои страхи, а я, это я, я говорю себе, я жила в логике хорошей девочки, долго, но это была такая конструкция, я там спряталась, и сидела, рамочка такая, или тюрьма, но я больше, чем эта тюрьма, я буду учиться осваивать, вот, территорию, я был, поделюсь с вами немножко и повеселю вас, потрясающий совершенно клиент, у него была психотическая мать, и она, конечно, его, как бы, просто, ну, в общем, держала под таким спудом, вообще, тотальным спудом, он не мог проявить себя никак, и вот он ко мне приходил вначале, вот так он говорил, вот он вот так сидел, замирая, он говорил, его еле было слышно, настолько он, ему было просто мало-мало места, вот он вот, в этом вот месте, вот как-то вот так вот, вот так вот жил, и вот мы с ним дошли, так сказать, там, до детства, я как-то про внутреннего ребенка ему рассказала, и говорю, ну, слушайте, похоже, что у вас мальчишка вообще не хулиганил совсем, что ли? Ой, да вы что, какой хулиганил, мама просто меня бы стерла в порошок, я говорю, давайте что-нибудь позволим мальчику побузить как-то, я не знаю, что-то придумайте для него, и он приходит довольный, уже улыбается, говорит, мы с ним пинали пивные бутылки на улице, и его лицо было другим, понимаете, совершенно другим, то есть он, как бы, начал перепроживать эту жизнь, он, так сказать, финалом этой потрясающей работы, вследствие которой, он и женился, и, в общем, а да, ему тоже было так хорошо под сорок, и там ничего, никакого намека не было на брак, а вот тут он, как бы, понимаете, бутылки пивные, там, это, это, потом девушке сделал предложение, наконец, финал был феноменальный, он пришел ко мне, говорит, вы знаете, я совершила совершенно безумный поступок, мне надо было поменять машину, и вдруг я увидел красный мотоцикл, и, в общем, я понял, что все, это мечта всей моей жизни, с самых детских лет, это была мечта, то есть далекая, вот, как, не знаю, как звезды, и у меня даже зародилась какая-то такая мысль, лукавая, может, купите мальчику своему игрушечный красный мотоцикл, он подумал, ну, ну, не будь ты лживым родителем, давай уж по-крупному, давай уж всерьез, мальчик-то он страдался, с чего-то такого, начинал, вообще, жизни никакого у него не было, и, знаете, я психанула, купила этот красный мотоцикл, и моя жена меня поняла, и это было здорово, я, говорит, вам пришлю, как я там рассекаю, и я смотрела на это видео, до слез, он рассекал на скорости 20 километров в час по 2 рупень, зато на красном мотоцикле, понимаете, вот, это имеет какое-то отношение к нашей христианской жизни, прямое, прямое, потому что это опыт любви, мы живем в мире не любви, в мире долга, правил, в мире грехов, но в мире не любви, и нам, как бы, личность без любви, она, понимаете, она не растет, ей нужна эта любовь, потому что это ее энергия, это ее бензин, это ее просто ресурс, который дает ей возможность выдерживать напряжение, поглядеть в себя, если это делать без любви, все, ничего не получится, а наше отношение к нашему детству, там, отрочеству, а с любовью, да, с нежностью, оно как раз нас учит этому чувству, позволяет это испытывать по отношению к себе тоже, и этот красный мотоцикл никогда не забуду, эти 20 километров в час, тюк, 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 но это, это, извините, для него это, это улететь в закат, это то же самое, поэтому просто практикуйте любовь к себе, кстати, Калле Стуварь его задали, вопрос очень красивый, как мы говорим о личности, мы говорим, конечно, о зрелости, о взрослости, его спросили, что такое взрослость, ответ был гениальный, взрослость это нежность, это гениальный ответ, это нежность, бережность, ласка, любовь, вот, как бы способность обнять этот мир, принять этот мир со всеми его безумствами, понимаете, кошмарами, жестокостью, но увидеть, помните, как у Владыки Антони, вот этот вот чистый исток, чистый исток вот этой грязной, мутной реке, он там всегда есть, это без нежности, без любви невозможно увидеть, а поворот к нашему, вот этому детству, да, он нас учит этой нежности, которую мы носим с собой в этот личностный путь. да, каллистуэр, каллистуэр, вот этот прекрасный, мугаснов, да, здравствуй, вопрос, мне сказали, подогласился. Давайте. Возможно, рождение личности, ее становление, без встречи с другими личностями, типа, я стану личностью, да, да, отличный совершенно вопрос, на него отвечает Юнг, у него есть отличная статья, называется, становление личности, ровно так, он начинает ровно с того, что личность, может воспитывать только личность. Это не теоретическая штука, нам надо встретиться с личностью, чтобы понять, что это такое, да, увидеть. И, неважно, это может быть личная встреча, это может быть встреча в культуре, понимаете, в литературе, в истории, да, и это может быть, потому что у меня, так сказать, многие мои клиенты, да, действительно, я говорю, найдите кого-то в опыте, на кого могли бы внутренне опираться, люди порой говорят, не на кого, нету, не знаю на кого, и находят какую-то, вот так сказать, реальную, вот почему, так сказать, святые в этом плане, но вообще люди такие, героического толка, такого мужества, и действительно любви, подвига такой жизни, они могут быть как раз вот этим образом, образцом, потому что, конечно, нам же нужно видеть, как это бывает, оно же ведь бывает по-разному, и обратите внимание, кто-то выберет какого-нибудь такого мужественного героя, который там, вот что-то такое делает, а кто-то выберет мягкого, чуткого, глубокого, тихого человека, который просто любил людей, был с ними рядом, никаких героических повликов не совершал, то есть вот тут уже как бы некая наша аппаратура психическая нам помогает выбрать ту форму, да, ту модель, в которой разворачивается действительно жизнь личности, но если нам повезет, и мы встретим личность лицом к лицу, это, это действительно поворотный момент, я очень хорошо помню, как Борис Сергеевич сделал свои методологические семинары в культете психологии в МГУ, и помните, Мария Сергеевич, вы позвали духовных чат Владыка Антонио Сорожского, как раз они все съехались на конференцию, и вы их пригласили на в МГУ вот это сколько-то лет назад, это было довольно давно, вот такое, знаете, поле, но не то чтобы яркого такого атеизма, но как научности строгой, где, конечно, еще тогда тема религиозности воспринималась так, знаете, очень напряженно, и я очень хорошо помню, как и студенты подходили и говорили, вот если эти люди будут в раю, я тоже там хочу быть, я вот хочу с ними, видите, вот оно узнавание, вот они мне нравятся, вот я туда хочу, вот такой маяк, поэтому да, конечно, да, конечно. Спасибо огромное. за эту прекрасную беседу, вопрос такой, соотношение личности и души. Прекрасный. Прекрасный вопрос. и, соответственно, душа бессмертна, личность, да. Великолепная, да. Второе подобие мыслей созданной Богом по образу и призваны быть, да, по подобию. То есть вот здесь тоже вот это, пожалуйста, спасибо. Спасибо. Великолепные совершенно вопросы. Но я скажу вам то, что я понимаю, естественно, как вы понимаете. Здесь я же мыслю как бы не как теоретика, как практика, потому что я беру какие-то концепты и смотрю, то, что происходит в практике, 25 лет наблюдать за людьми и работать с ними. Это хорошая возможность понять, как это работает в реальной жизни. И вот то, что я вижу и то, как я это вот поняла, так сказать, вот это соответствие, соотношение, я бы вот так бы описала. вот смотрите, вот этот треугольник, я бы говорил, да, пирамида психического, да, она как бы должна ставить, ну, так сказать, это то, что нам нужно в этой жизни. Мы должны как бы пройти этот путь, да, и психика нам помогает его пройти. Она тот многозначный, сложный, тонкий инструмент, которым действует вообще-то душа и личность. И в этом плане она должна отработать свое и как бы уйти. Личность должна развернуться, потому что она будет выбирать, она будет нести ответственность, она будет в свободе выдерживать, да, и осуществлять тот самый нравственный выбор. И это то, что может только становиться. Вот он, аппарат, который вы вычеловечивает нас. Он вычеловечивает. Мы как бы вычеловечиваемся через личность. А душа это то, что приходит и уходит. Она как бы идет, понимаете, сквозным образом. Она плачет, страдает, она умудряется, она как бы скукоживается, разворачивается, но она все время работает как другая структура. И для меня в опыте прямая связь внутреннего ребенка и души, прямая. Я это вижу на практике многие годы. Личность это большой труд, но люди, когда встречаются с внутренним ребенком, это встреча с душой. Поэтому она быстрая, мгновенная. Люди говорят, это как литургия. Что-то происходит, ты как бы просто не можешь это выразить словами, но это встреча с собственной душой. И не случайно понимаете, там рисуют души людей, ушедших ребенком, маленькими детьми. Конечно, это вот такая чистая, прекрасная душа, которая стремится к Богу. У нее нет альтернатив. Душа по природе христианка. Она хочет к Богу, и она все время туда движется, а личность может выбрать и уйти в другую сторону. поэтому видим гений в зла, или талантов в зла, людей как бы личностно развитых и выбравших другой путь. Это тоже личность, но они выбрали ровно обратную дорогу. И тут дает великолепный критерий Соловьев в своей повести об антихристе. Есть такая потрясающая работа, называется «Три разговора». В конце повесть об антихристе. И вот он описывает этого антихриста. И там есть такой момент, когда антихрист прыгает на пороге своего пути. Ему плохо, он летит и прыгает с косогора и его поднимают какие-то руки. Невидимые руки, в него впиряются два глаза. Он видит эти глаза и слышит голос себе «Не надо во имя мое, живи во имя свое». Вот он критерий. Личности, которые отвернуты от Бога. Это не ребеночек, не подросточек, это не вот это вот такая знаете недоразвитая, а это выбравший человек. Во имя свое. Буду во имя свое. И это, к сожалению, тоже нередкое явление. Да. Я хотела спросить, вы говорили о том, что личность растет в напряжении, в напряжении жизненных ситуаций. И меня вспомнилась деревенская бабушка, она говорила о том, что есть такая поговорка, что если у все хорошо, то Бог меня забыл. Это плохо. То есть если у меня нет проблем, это плохо. Это надо прям серьезно к этому отнести. Да, да. То есть значит и это, что те страдания, которые нам посылаются, это те возможности вырасти, которые нам дает Бог, мы-то их избегаем. И вот психика тоже как-то должна найти. да, да. Как найти баланс, хорошее слово, да, баланс. Не компромисс, а именно баланс. Ну, смотрите, это замечательное совершенно вот как бы от вашей бабушки привет, потому что нам нередко задавали вопросы, читали батюшкам часто лекции, и часто, ну, раньше, сейчас уже меньше, говорят, ну, а как-то раньше люди же жили без психологии. Хороший, правильный вопрос. Ну, давайте вспомним, а как они жили? Не без психологии, а вообще, как они жили? Что такие ритмы были, как у нас, такой силевой информационный поток, в котором мы тонули, был, как у нас, такие скорости были, как у нас, близко ничего не было. И это были люди душевные, не психические. Поэтому душа чувствовала, что-то не тут, что все нормально и нормально, нормально и нормально. Душа-то, она как бы к Богу развернута. Она чувствует, личность становится в испытании, да, как бы она закаляется в испытании, она выбирает свет, несмотря на боль, страдания и трудности. А сейчас современный человек психический, он недушевный, он очень как бы, он весь в этой психике, он как бы туда, как бы погруженный, там утонул. Поэтому ему трудно душ почувствовать, не то, что личность. И он путается все время в этих показаниях. Теперь к вопросу напрямую. Как удержать баланс? Если мы понимаем, что мы действительно живем в психической ситуации, то надо все-таки нам с этой психой разбираться, немножко как-то ее расчищать, понимать свои слабые и сильные стороны, понимать, чего ты можешь, чего ты не можешь. И когда падает на нас испытание, Господь нас окликает, что, давайте себе представим, происходит с нами, что происходит с душой. Она божья, божья, но она страдает, плачет ей плохо. Что хочет психка? Она хочет, чтобы это все скорее закончилось. Скорее, 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 скорее. А что делает личность? Она говорит, прямо по-франку, скажем этому да. Но это есть. Вот пришла болезнь или произошла потеря, это уже есть. Давай в этом научимся быть. Ну, вот я вам дам личный абсолютно пример. Я вот в ноябре потеряла свою дядюшку, как я там говорила, человек ушел в 94 года. Это вся моя жизнь, да, ну, сколько там, мне вот столько, вот, все на его фоне. Значит, моя душа тоскует безмирно. Психика хочет отключиться, хочет уйти куда-то отвлечься. Смотрите, что у меня на телефоне. это он. Он у меня на телефоне с ноября. Я с ним говорю. Я включаю телефон, мы включаем телефон миллион раз в день. я вижу его лицо. Я про, я позволяю душе проплакаться. Понимаете, она все время, как бы, еще плачет. Психологически я точно понимаю, что мне надо переключаться, да, как бы, отвлекаться, потому что я не могу там все время находиться. Но личность говорит, ты вспомни, как он справлялся с трудностями, как он мужественно, стойко, аскетически делал то, что он делал. Ну, надо нам тоже учиться. У нас такой этап. Он последний ушел из вот этого как бы родительского гнезда. Все, ты теперь на переднем крае. С тобой никого нет. Ну, давай, это твой новый опыт. То есть, когда мы разделяем в себе все-таки вы даете какие-то структуры, то мы, понимаете, этому одно, это может другое, этому третье. То есть, мы как бы режиссируем, если так можно сказать, или дирижируем лучше даже, как-то музыка в этом плане лучше метафора, чем театр. Да, вот мы дирижируем этими как бы регистрами аппаратуры этой внутренней. И вот тогда баланс есть, когда мы не вытесняем, а понимаем. Ответил? Спасибо. Отлично. Мне до конца хотелось поразобраться, как вот в себе понять, как-то даже больше стало понятным про душу, а как понять, душа сейчас или психика переживает, проживание, сейчас хороший пример привели, про горе, а вот плачет, получается, душа, а вот психика испытывает тоже какой-то дискомфорт, напряжение, как вот это себе отличить, это один вопрос. И еще такой вопрос про сегодняшнюю ситуацию, то, что происходит, как бы у личности есть потребность в свободе, а получается, что если какие-то ситуации, когда личность понимать, что она сейчас не может в полной мере себя выразить, проявить, и какого-то бессилие, как себя поддержать, если очень много внутреннего дискомфорта, внутренней боли, получается, что это невозможно как-то внешне сейчас разместить и что-то с этим сделать. Я понимаю, что вы говорите, что личность выдерживает напряжение, как себя поддержать на всех уровнях к настоящему имену? Великолепный вопрос, на который наставление нет ответа, потому что это каждый раз творческое отношение к собственной жизни, каждый раз. Вот мы когда попадаем и нет рецепта, вот когда мы говорим о свободе, нет рецепта. Вот что ты будешь делать вот с этим? Так, где инструкции? Сейчас мы вот давайте, вот сейчас, вот как, вот тому помогло, давайте, не поможет. не поможет. Но есть тут какие-то критерии, да, субъективные критерии, что мы движемся в правильную сторону? Есть, конечно. Вот что мы делаем, когда мы в психике? Мы, ну, как бы напряжены определенным образом, нам как бы хочется все время выйти из этого напряжения, нам хочется кому-то все время рассказать, либо на кого-то что-то навесить, об кого-то облокотиться. Мы хотим, то есть мы все время что-то хотим, мы суетимся. Мы, как бы, это напряжение суеты. Но когда мы проживаем на уровне души и личности, нам не надо никуда. Мы видим внутри себя вот какую-то разворачивающуюся жизнь. И нам не надо все время нести это кому-то рассказать. с кем-то немедленно поделиться. Это никак не отменяет например ситуации, когда ты говоришь себе, я говорю, что нет ответа конкретного, что ты не в ресурсе, что у тебя там внутри дыра и тебе пусто. И это знает, но при этом это не суетливое состояние. И это значит, что тебе нужен другой. И очень часто люди не умеют просить. Я, например, несколько лет училась, просить, да, я такой созависимый, так сказать, по структуре человека, я всем давала, 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 давала. А чтобы попросить и принять, ну, как-то неудобно, как-то не стоит, это не так. Я поняла, что это моя проблема психологическая. Я стала просить. Потом почувствовала, что-то много прошло, надо останавливаться. Стоп. Что-то опять мы уходим в психику. Ну, давай-ка стоп, ты можешь это сделать отлично. То есть, я бы сказала, так, критериям является внутренний покой. Не, так сказать, не замирание, именно такое, знаете, хорошее, сильное, мирное чувство. В болезни ли ты, в потере ли ты, но ты живешь свою жизнь. Ты как бы все время проживаешь, и ты чувствуешь эту силу внутреннюю. И вот это критерий, что вы там, где вы должны быть. Аутентичный, конкурентный. И дальше через запятую. Мы это не перепутаем. Да, конечно. А разговор с Богом и молитва? О, прекрасный вопрос. Еще на два часа. Это прекрасно. Нет, вы знаете, я, конечно, не буду вас сильно задерживать. Но вот когда мы говорим непрерывная молитва, вот она такая предстояние. Личность, она находится в непрерывной молитве. Она при этом может ничего не говорить, понимаете, но она все время как бы держит внутри себя вот это не то, что Бог на тебя смотрит и он все видит. Нет. Это ощущение чуда, присутствия, что ты как бы все время не один. Оттуда, кстати, гениальная формула глубинного оптимизма. Вот оттуда она. Что бы ни происходило, ты не можешь потерять этого глубинного оптимизма, потому что Бог с тобой, что ты вообще падаешь на возник, что ты просто не можешь. И вот это ощущение какой-то постоянной молитвы. И это действительно, я же не только говорю из какого-то собственного опыта, я слышу это. Люди, которые это чувствуют, они так и говорят. Они выходят к этому уровню, понимаете, оставляя потихонечку позади вот эту психическую машинерию, да, и вот как бы поднимаются, и вот они так об этом говорят, всегда одинаково. Это не значит, что мы вот утром и вечером читаем правила, мы вот там вот ну мы знаем уже это опытно, и как бы понимаем, разворачиваемся. Кстати, я вам подала эту пирамиду, это было мое озарение, но это среди. Я стояла в храме после исповеди перед причастием, смотрела на нашу икону Спасный, у которого и в дух у меня этого картинка, возникло этих двух пирамид, этой души, которые вот так вот движутся, я даже просто расплакалась от господи, как же это красиво, и как это просто. На мой взгляд, это молитвенное состояние. Чего-то там мне бросили в голову, чем я с радостью делюсь. Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, а вот правильно я понимаю, что на личностном уровне, когда душа разворачивается, психолог уже в принципе не нужен. Не нужен. То есть это человек уже сам. Конечно. Но, чтобы дойти до этой точки, когда пирамида еще вот такая, то до этой точки самореализации все-таки психолог нужен. Он прекрасный вопрос, Ирина, спасибо большое. Он нужен ровно для того, чтобы эту психику как-то освоить. Вот для этого он нужен. Потому что мы, конечно, действительно, объективно находимся в ситуации изнасилованной психики. И все время, понимаете, терзают и терзают по-разному, на разных уровнях, в разных форматах постоянно. И психолог нужен для того, чтобы просто довести человека до способности понимать свой психический аппарат и владеть им. И все. Спасибо. И тогда христианский психолог, где он останавливается? Где уже начинается духовничество? Ну, то есть в чьи начинает работать где-то? Да, конечно. Ну, понимаете, вообще в этой парадигме работает христианская психология. Никакая другая в ней не работает. Потому что для любой другой парадигмы, конечно, кроме логотерапии Франкла, ясное дело, что это абсолютно такая, как бы, просто... Это то же самое, только такая притеча этого направления христианской психологии. Если так можно сказать. Сынский психолог вообще не работает в этой логике в принципе, у него нет этой системы координат. Он, как бы, работает с психой, которая есть все. И туда, как бы, все сливается. Поэтому, да, мы можем сказать, где христианский психолог, который работает в этом понимании, в этой логике, он останавливается там, где человек выходит из неврозы. Где он может говорить собственно спокойно правду себе самому. Где ему не надо себя оправдывать или все время самообвинять себя, понимаете. У кого-то аутоагрессия, у кого-то, понимаете, какой-то инфантилизм. Это разные просто будут формы, по сути дела. Он все время будет как бы в кривых зеркалах. Он будет подменять понятия. Он будет в этих трехсосных психических путаться, понимаете, бесконечно. и когда он научается говорить, и это видно, как люди научаются, совершенно другой уровень понимания себя там, через какое-то время работы, вообще. И ясно, что, ну, зачем я ему нужен. Он прекрасно, отлично, точно понимает, что с ним происходит. Все. И дальше его жизнь. Понимаете, мы просто начинаем быть друзьями, собеседниками, и все. Но мы уже не терапевты. Да. И еще вопрос. У меня, знаете, вот про выдерживать напряжение жизни. Да, вот это вот классно и практически знакомо, я понимаю, про что. Ну, тогда вот выдерживать, с одной стороны, вы говорили именно о тех люди, которым трудно выдерживать напряжение жизни, если я правильно поняла, да, то есть люди, которым трудно выдерживать свои, ну, трудные эмоции, негативные слова. И обстоятельства, да, да. Вот трудно, да, поэтому лучше заесть, запить, там, и так далее, убежать от этого. Да, да, да. Облегчиться. Да, да, да. Да. Но, это вот, ну, как я вижу одна крайность, но другая крайность, да, это терпеть, 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 вот это стоическое такое, да, терпение. И вот опять же, ну, или пределы, да, такие-то, вот это терпение, к чему оно? Да, 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 да. Ну, смотрите, когда мы говорим о таком терпении, о такого рода, это терпение называется аутоагрессия. И это психологическая проблема. Ни душевная, ни личностная. И это люди, понимаете, которые с детства привыкли, понимаете, терпеть, потому что не помогали, и как бы на них валилось, валилось, и порой они, как правило, часто бывают детьми, родителями, своим родителям, это такой оборотный абсолютно сюжет, когда родители по каким-то причинам, совершенно ни разу не родители, да, такие капризные дети, или там папа какой-нибудь алкоголик, да, или психопатический и так далее, ну, то есть, ну, и мама там как-нибудь нарциссическая или стероидная. Вот у таких родителей, как правило, дети, это их родители, да, и они с детства живут в этой логике надо потерпеть. И здесь очень много аутоагрессии, абсолютно ложного чувства вины бесконечной. Если вдруг, не дай бог, этот человек что-то себе позволяет, вдруг, он тут же съест себя виной. Является ли это духовной работой? Ни в коем случае. И, понимаете, эти люди испытывают колоссальное чувство усталости. Они в такой вялотекущей, психологической, конечно, не клинической, но депрессии. У них, как правило, какая-нибудь условная вегетасосудия дистонии, это какой-то непонятный диагноз, который всегда присутствует при неврозе. То есть психосоматизируются, да, ситуации. То есть им вообще плохо просто. И они уже вот на этих, понимаете, последних силах там доползают и падают. Является ли это напряжением в жизни? Нет. Напряжение жизни – это творческое состояние. Ибо иго моё благо, и бремя моё легко. парадоксальным образом. Нам трудно, а мы держим. Трудно – да. Интересно – безумно интересно. А что будет? Я прекрасно помню, когда был отец Пётр Коломейцев нам делал такую замечательную с Жаном Ванье, буквально перед его уходом, такую видеоконференцию. меня просто поразило его. А он же очень пожилой человек. Его такая идея невероятная. Ну вот я вот там что-то его спросили про путь, про отношение к жизни. Он говорит, ну я вообще с интересом к жизни отношусь. Вот думаю, вот будет Альцгеймер. Интересно же очень. Как это вообще будет? Вот это да. Но это же такая как раз баланс или двойственность или антиномия. Да, это трудно. Ну вообще-то невероятно и интересно жить. И это мы чувствуем. Нам нельзя это не передать, не создать условия, что мы наконец-то почувствовали в тренинге в каком-нибудь. Но вдруг это чувствуем внутрь. И это качественно другое. Да. Вот из всего сказанного избегание каких-то тем, которые требуют допустим решения, ну это признак слабости? Опять же на этот вопрос нет ответа, потому что это каждый раз по-своему, понимаете. Может быть бывают ситуации, когда ну не надо говорить, да, и... А вот как различить, когда... Опять же повторюсь, это же, понимаете, когда мы всерьез говорим о нашей жизни, как о личностном бытии, это каждый раз вызов. нам никто не даст ни советов, ни инструкций, ни батюшка, ни психолог, никто, потому что это моя ситуация. Каждый раз. И если я, ну, я же чувствую, правильно я выбрал, сделал или нет. Потому что я, сделав это, чувствую хорошо, вот хорошо. Я чувствую облегчение, радость, какой-то подъем. Или я чувствую, что я куда-то не туда. Я делаю вывод. Это является ошибкой? Нет. Это является честным проживанием в своей жизни. Избегание темы проживания. Но избегание это все психология, понимаете. Надо разбираться с психологическими, как бы устойчивыми проблемами, почему человек все время чего-то избегает. Конечно. То есть, значит, слабость. Не слабость, психологическая проблема. Личностная слабость. И когда психология превалирует, там всегда будет личностная слабость. Да. Теперь, спасибо, Анатолий Владимирович. Я снова смотрю. Пожалуйста, давайте. Я хотела бы вот тут рассказывать, что когда Господь покидает, не давая каких-то испытаний. А я вот наоборот. Как, как невротику выдержать, когда все налаживается в жизни? Браво, браво. Прямо для меня вопрос. Счастье такой вопрос услышит. Страшно, интересного больше страшного, потому что страшно. что-то все хорошо. Бог меня покинул. Вопрос о том, Вот. И тут дальше не продолжайте. Да, это замечательно. Это замечательный вопрос. Это классический, архетипический способ реакции людей с такой аутоагрессивной ситуацией, да, вот как бы самоедов, которые как бы брали все на себя. Вот они все точно понимают про должностование. у них нет никакого права, да, никакого права на себя, на жизнь и на что. И вдруг вот все как-то налаживается. и мы говорим, ой, какой ужас. Это вообще непонятно, как жить, как быть, как реагировать. Чего все хорошо-то? Я точно знаю, что делать, когда все плохо. Я отлично ориентируюсь в этом психологическом аду. А вот тут ничего не понятно. И здесь надо взять свою девочку за руку и сказать, малыш, теперь у нас новый опыт, мы будем учиться быть счастливыми. Это тоже надо уметь. Поздравляю, у нас с тобой новый вызов, новая задача. Понимаете, вот как бы именно взять за руку. Потому что вот эта душа, да, вот эта девочка, она говорит, ой, 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 я не понимаю. Ей нужен кто-то другой, кто скажет, я, давай, давай я буду разбираться. Тебе надо просто довериться и пойти. Потому что мы, когда падаем вот в эти аффективные состояния, да, сильно эмоциональные, это детское состояние. Там нет вот этой взрослой части, этой самой личностной компоненты вот этого взрослого, я, потому что мы падаем, видимо, как бы попадаем в тяжелые для нас эмоциональные зоны. И надо как бы вытащить эту часть, сказать, не волнуйся, тут есть мама и внутренняя, мы разберемся. То есть разбираться полезнее, чем не разбираться? Это всегда полезнее. Я читала историю великих людей и меня всегда настощает такой вопрос, как они это выдерживали. Но это же невозможно. Самые другие времена и, допустим, с Алковскими рассказывали, одна картошка, сервированный прекрасный стол с достоинством они садятся и, что бы ни происходило, их жизнь достойна, красива. А у кого-то были травли чудовищные. И сейчас, слушая вас, я понимаю, что скорее это даже не психика справлялась, а как раз личность. Конечно, конечно. Психики выгодны. Конечно. Понимаете, почему Франкл так не хотел, называть логотерапию психотерапией. Потому что он работал на другом регистре. Понимаете, пройдя концлагеря, он понимал, что психика, как бы она, ну там уже не про нее речь. Там другие уровни, жизнь, смерть. и значили, что там психики не было. Она, конечно, была. Но там личность определяла куда, как, кто, с кем. И, безусловно, в таких моментах личность держит нас. И больше ничего. Психика летает в тар-тар-аре, как правило. попросите принять это. Даже сейчас даже ваше ответство я хочу привести внимание. Правильно ли я понимаю, что лидер, точнее, личность, вот именно личность, как правило, хороший лидер. Я приведу пример. Когда мужчина, ему выдали бюджет, к сожалению, не помню его фамилию этого великого, как в моем ощущении, человека, ему выдали бюджет, и он не стал делать дорожки. Он наблюдал, как люди их протопчат. А, вот, да, и из этого вот родился мой вопрос. Как я понимаю, это поступок как раз вот разумного и личностно развитого человека. И личность это равно лидер. И вот как это взаимосвязано? Прекрасный вопрос, очень актуальный на сегодняшний день. Кварбос о лидерах, о личностях, да. Понимаете, в лидерство можно хотеть прийти, да, как бы стремиться, так сказать, да, и тобой может двигать абсолютные психологии, да, и комплексы, и неврозы, и так далее. А личность становится лидером, ну, как бы, понимаете, она туда вообще не идет. Ей совершенно не надо вот на себя как бы натягивать это лидерство, она просто туда попадает. И там нет никакого ни гордыни, ни власть, властолюбия, не жила никого-то подчинить, над кем-то возвыситься, она действительно, ну, как бы встает в это место, потому что, ну, вот она ответственна за эту задачу, за эту ситуацию. И она как бы встает. Ну, а кто, если не я? Это совершенно другая мотивация. Поэтому просто лидерство, лидерство рознь. И если лидером является личность, это великое счастье. для всех. Зависима, еще вопрос, по поводу психологии вы сказали, что психолог, который работает с личностью, это лого вот как раз... Да. А как это узнавать? Или можно это понять по тому, как человек, психолог работает с клиентом? Как раз вот из третьего уровня я и ты. Или просто приходите спрашивать, а вы вот по какому принципу? Да, а вы вообще личность? Дорогой психолог. Ну-ка, давайте критерии. Да, замечательно. Вопрос, понимаете, это вообще вопрос супер острый и невероятно насущный. Как вообще попасть нормальным психологом? Чтобы он тебе там просто ничего-то там не не раскоммутировал окончательно бесповоротно. Ну, понимаете, как говорит Борис Сергеевич, это психология это рукополагаемая профессия. Да, рукополагаемая. Нельзя научиться психологии по книжкам, учебникам, это надо как бы брать в этом плане кто этот психолог, он вообще где учился, не просто чьим учеником он сочетает, а кто его считает своим учеником. Это разные вещи. Понимаете, как бы вот тот, кто его учил, он за него отвечает, он его как бы признает как своего ученика или нет. То есть откуда ветер дует, да, я не случайно говорила вначале, в какой парадигме он работает, да, что он будет с вами делать. И, конечно, например, так сказать, я прекрасно понимаю, например, абсолютно целесообразность каких-то конкретных ситуациях, этапа работы, какой-нибудь, так сказать, элемент, когнитивной бухгалтерапии, да, в каком-то моменте, так сказать, стоит там поработать, взять какой-то инструмент из гештальта или еще что-нибудь там марктерапевтическое. Но это же, понимаете, этапы работы. То есть вот сейчас я решаю такую задачу, потом другую. И там мне нужны какие-то разные инструменты под этап движения. Но надо же видеть, куда. И если мы, люди верующие, хотим, так сказать, действительно выйти в этот личностный уровень, вот этот, ну, как бы, мочь выдерживать духовность и напряжение духовной жизни, да, и быть, стараться как бы удерживаться в этом пространстве, то, конечно, нам нужен христианский психолог. Но какой? Кто? Вот тут уже сарафанное радио лучшие, лучшие рекомендации, потому что с одной стороны школа, с другой стороны рекомендации те, кто прошел. Да, или свидетельства, иными словами. И это, ну, действительно, понимаете, как мы врача выбираем, мы же не по интернету его выбираем. По делам узнаете? А? По делам узнаете? Конечно, мы выясняем, спрашиваем, какая школа, был ли кто-то из знакомых. Точно так же, потому что мы, понимаете, мы несем даже круче, чем тело. мы несем вот все это. И что с этим всем будут делать? Как это будут понимать, как с этим будут работать? Это же очень важно. Сейчас, действительно, такое количество людей, пострадавших от психологии, это просто страшное дело. Ну, понимаете, это же невозможно сделать, что психология вообще невыносима, ужасно ее надо запретить. Это просто люди некомпетентные, безответственные, да, непрофессиональные, ну, как бы личностно незрелые. А в какую сторону повреждения на ваш взгляд? Да их там очень много. Это огромная тема, туда даже не будем нырять. Давайте завершать, давайте последние, давайте последние три вопроса. Ну, нет, давайте вас, вас уже, давайте вот, пожалуйста, да, Владочек. Да. У меня такой вопрос. Мне всегда казалось, что личность и душа очень переплетены. и личность делает некое дело, она по плодам этого дела радуется, узнавая, как будто что-то для себя давно знакомо или не негодует, исходя из того, что она с душой переплетена, она понимает вот эти высокие морали. Но вы сказали, что вот есть личность, есть девочка, душа. Мальчик. И мальчик, душа, душа гостярка. И будешь, пожалуйста, для меня пояснить? Да. Ну, спасибо большое. Понимаете, нам очень хочется, конечно, так сказать, сделать так все, разъединить так, посмотреть, вот это, то, это все. Но нам не удастся это сделать. Все-таки, понимаете, как бы душа, вот я бы дала такой критерий, может быть, вам будет проще как бы внутренне ориентироваться через него. Душа очень страдательна. Она страдательна. Да, она вбирает и проживает. А личность деятельна. Она совершает поступки. Она, как бы, мир этот творит. Она проактивна очень. И в этом плане, понимаете, это достаточный критерий, чтобы понять, вот, как бы, я сейчас просто радуюсь, мне не надо ничего делать. Ну, это моя душа радуется или оплакивает, кого-то, да, и страдает из-за чего-то. Но передо мной не стоит выбор. Я не толкаем и не призываем жизнью к какому-то поступку. Или вот передо мной ситуация. Ты можешь плакать, страдать, или, ты сделаешь что-нибудь. Вот она личность. Она говорит, это ситуация вызова. я не могу просто переживать, страдать или просто молиться. Делать должно что-то. Личность, она действует. А тогда мы другую. Давайте. Если я понимаю, что душа, она приходит извне, у нас появляется, но личность, если обладает такими свойствами, это же не часть психики, которая происходит. Не часть психики. Я думаю, что Господь все-таки нам дал эту личность, потенциальность такую, понимаете, в нас, как росток. И этот росток мы должны превратить в дерево. Был еще вопрос. Там, да. Вадим, большая запутка с внутренним ребенком. мне впечатлила ваша история про клиента, который, вот вы у нас просили, у него был мальчик, и он захотел там и подпинать бутылки и красный мотоцикл. Вот. Значит, за последний год я пересмотрела в классный росток и он и Кузя и не хочу. То есть там показаны ребенок, который размузданный, безнравственный. Да, прекрасный, да. Какой-то как вот в себе как разобраться с этим всем. Да, я понимаю прекрасно, очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Но я, понимаете, это огромная тема, вот этот метод, который я строила, строила, как говорится, я наконец построила, и о нем не скажешь в двух словах. Но если очень коротко, то когда мы говорим, что душа и ребенок связаны, то мы говорим не об адаптивности детства, не о как бы искажениях детства, а о том условно, так сказать, ядре, которое, ну вот, Мюррей, например, назвала божественное дитя. То же самое называет эта часть юнг. Да, божественный ребенок. То есть это вот тот образ изначальный. Вот Бог нас как-то задумал. вот приходит этот чудесный изначальный ребенок, в котором огромная потенциальность свернута. И дальше этот падший мир начинает его крутить, вертеть, толкать, ломать, понимаете, вращивать в него какие-то дикие, так сказать, навыки, да, или наоборот, не знаю, доводить до такого состояния небытия, что он будет взрываться, агрессии. И тут мы попадаем в поле психики, и вот тут как бы в моем методе это называется адаптивный ребенок. Вот там плачущий, страдающий, условно, это как бы образ нашей травмы, боли, опыта, столкновения вот с этой, так сказать, падшестью этого мира, да, вот это нас бьет, как маленьких людей, детей. Мы плачем, страдаем, скукоживаемся, а дальше мы начинаем приспосабливаться, встраиваться, учиться манипулировать, да, агрессировать. То есть мы начинаем быть частью вот этой ипатшести, мы впускаем в себя. И это проблема психологической работы. И психология позволяет, ну вот этот метод, вернее, позволяет вот с этим разобраться и как бы не погасить, не под ковер подмести, а прожить и выстроить другую стратегию. Если хотите перепрожить так этот опыт боли, чтобы развернуть эту ложную деструктивную адаптацию и как бы вырулить в другую сторону. Вот это перепроживание нашего искривленного пути. И как выяснилось, да, строя этот метод, я поняла, что наша психика настолько гениально Богом создана, что в ней есть эти возможности. И тогда, когда мы говорим о разнузнанном ребенке, это адаптивный ребенок, без границ, эгоцентричный и так далее. Когда мы говорим об этом примере, который я привела, это опыт любви этого человека к тому мальчику, который жил в тотальной нелюбви, я бы сказала, в аду психиатрии. То есть, когда он говорит ему, ты можешь жить, ты имеешь право, давай, не бойся, я с тобой. Это совсем про другое. Последний вопрос. Кто не задавал? Что оброждает из себя как из семени от личности? Да, да, да. Последний вопрос, пожалуйста. Последний вопрос? Да, пожалуйста. А детям есть специальные лекции? Мы сделаем мы сделаем от детек специальную лекцию. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Да? Конечно.